Роза фейри. Почвопокровную розу принято относить к отдельной группе кустарниковых растений, которая выделяется на фоне огромного количества различных сортов данной культуры. Что касается самых лучших качеств розы фейри, то они были позаимствованы у диких сортов шиповника, растения отличаются обильным цветением, неприхотливостью в выращивании, а также высокими показателями морозостойкости. Роза почвопокровная фейри неприхотлива в уходе, ее не нужно регулярно обрезать и подкармливать. Именно по этой причине данный сорт растений пользуется популярностью, особенно в тех странах, где резко меняются погодные условия. С помощью такого вида розовых кустов можно оригинально украсить приусадебный участок, а также преобразить террасу фруктового сада, не приложив при этом практически никаких усилий. Общая информация и описание почвопокровной розы фейри В роли основного прародителя почвопокровной розы выступает культура рага сарабра, представлена морщинистой или японской розой, более известной как шиповник. Родиной растения принято считать Восточную Азию, Японию, Северо-Восток, Китай и Корею, а природным ареалом произрастания являются прибрежные зоны и открытые участки с песочным грунтом. Роза фейри во второй половине 90-х годов селекционерами был получен целый подвид стелющихся роз, которые могут покрыть огромные участки земли. В процессе селекции ученые использовали еще один сорт роз Уичерана, который используется ландшафтными дизайнерами для оформления цветочного ковра. В начале 20 века было выведено еще несколько сортов культуры, лучшими из которых стала роза фейри Дэнс и Квинус Уидан. В 2001 году в процессе склещивания миниатюрного и почвопокровного вида растения была получена роза Уайтфейри, которая отличалась красотой, низкорослостью, жизнестойкостью и компактностью. Почвопокровная роза фейри обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими сортами он к основным достоинствам можно отнести. Следующее – неприхотливость при выращивании и уходе, легкое размножение с помощью черенков или отводков, нет необходимости обрезать. Розовые кусты каждый год растения не страшны, морозы, заболевания и вредители. Обратите внимание, роза за фейритал в возрасте вторых лет начинает подавлять сорную траву. За счет сильной вегетации и быстрого укоренения саженцев можно за довольно короткий срок вырастить на своем участке плотное цветочное покрытие. Характеристики популярных сортов розы фейри. Достаточно много времени прошло с того момента, как селекционеры выявили первые почвопокровные розы. На сегодняшний день существует бесчисленное количество представителей данного растения, которые можно классифицировать по цвету бутонов. Красоте и показателям цветения. Если рассматривать наиболее популярные сорта, то к ним относится роза фейриданс, которая отличается цветами темно-розового оттенка. У которых округлая форма. Соцветия имеют свойство постепенно выгорать, то при этом они не становятся менее привлекательными. В период обильных дождей цветочки розы фейриданс могут покрываться питнами, а в середине соцветия появляется едва заметная золотистая тычинка. Роза фейриданс, роза почвопокровная ред фейриданс, главным украшением сорта являются прекрасные ярко-красные миниатюрные бутоны. На фоне темно-зеленой листвы роза ред фейриданс и ее цветочки очень красиво смотрятся. Роза палеантовая за фейриданс, цветовая палитра соцветий данного сорта представлена всеми оттенками оранжевого и розового цвета. У растения не очень большие, но крепкие бутоны, которые устойчивы к дождям, а также отличаются превосходным иммунитетом к болезням. Роза вайт фейриданс, которую большинство цветоводов считает лучшей представительницей почвопокровной разновидности. Данное растение принимало участие во многочисленных выставках и было отмечено почетными наградами. Кустарник вайт фейриданс украшает мелкие полумахровые бутоны, имеющие приятный и легкий аромат. Роза Лавли Фейри, достоинства которой представлены густой махровостью, темно-красным оттенком, умеренным ароматом, а также цветками средних размеров. Роза Йеллоу Фейри данный сорт является относительно молодым по той причине, что был создан в 2006 году. Но за такое короткое время растение уже успело стать выносливым бойцом, для произрастания которого подходят практически любые условия. Розовый куст Йеллоу украшают пышные, нежно-желтые соцветия, с приятным ароматом. Роза Пинк Фейри, у которой очаровательные бутоны чашевидной формы, имеющие красно-малиновый цвет. За счет стремительного роста кустов данный сорт пользуется большой популярностью, его высота в некоторых случаях может достигать 4 метра. Еще одно достоинство розы представлено высокой морозостойкостью. Роза Пинк Фейри, обратите внимание. У каждого сорта почвопокровной розы имеются свои преимущества и недостатки. При покупке того или иного посадочного материала нужно исходить не только из личных предпочтений, но и из основных характеристик подвида. Основные принципы агротехники выращивания и ухода за растением. Роз Фейри является почвопокровной культурой продолжительного и обильного цветения, который можно достичь с помощью правильной пошаговой посадки. Перед тем, как высаживать саженцы в открытый грунт, следует произвести подкормку, рассыпав по верхнему слою почвы зрелый компост и минеральные удобрения. На участке, где будет высажено растение, землю нужно перекопать и извлечь корни сорной травы, камни и грудки крупных размеров. Важно! Расстояние между посадочными лунками должно быть не менее 0,5 метра. Высаживать саженцы следует исключительно в индивидуальные ямки, глубина которых зависит от того, какая длина корневой системы растения. Дополнительно нужно делать запаску в 10-20 см. Роз Фейри, если у черенков длинная корневая система, ее следует укоротить, а сами саженцы подрезать не более чем до 10-15 см. Что касается полива грунта, то на протяжении всей посадки он должен быть послойным, так как с помощью такого метода можно предотвратить появление пустот. После того, как саженцы были высажены в открытый грунт, землю нужно тщательно утрамбовать, обильно полить и окучить. Как только молодая поросль на розовых кустах достигнет 5 см восточной долготы, но всю плантацию с цветами необходимо мульчировать, используя слой древесной коры или стружки 3-5 см. Категорически запрещено пренебрегать данной процедурой, потому что после того, как роза разрастется, бороться с орной травой будет не так уж и просто. Если грунт будет правильно подготовлен и замульчирован, через 2-3 года розовые кусты плотно разрастутся и будут способны вытеснять сорняки. Как уже было замечено выше, роза зефаири является неприхотливой культурой, которая способна быстро адаптироваться к холодам и суровым морозам, а своим цветением радует не только домочадцев, но и соседей. Растения хорошо переносят процедуру формовки, именно поэтому кустарнику можно с легкостью придать аккуратную форму. Если есть необходимость для того, чтобы обеспечить достаточную освещенность и проветривание, культуру можно периодически прореживать. Зефаири является неприхотливой культурой по истечении одного года после посадки саженцы укорачивают для того, чтобы активизировать кущение, после чего санитарная обрезка проводится каждый год в весеннее время года. Данная процедура включает в себя удаление старых побегов, а также тех, которые высохли и были поражены болезнями. Что касается полива, то он должен быть обильным, особенно при засушливых погодных условиях, на момент пока формируются бутоны, а также на начальном этапе цветения. В зависимости от того, какие у растения габариты, для одного розового куста может понадобиться не менее 10-15 литров воды. Процедуру полива лучше всего производить ранним утром, использовать исключительно теплую воду и лить ее только под куст. Выращивание почвопокровной розы фейеререт является приятным занятием, которое не доставляет хлопот как начинающему, так и опытному цветоводу. Такие показатели, как неприхотливость в уходе, морозостойкость и устойчивость к заболеваниям делают ее с каждым годом все более популярной. Благодаря множеству различных сортов данное растение может выступить в качестве достойного украшения приусадебного участка, а также оптимально вписаться в ландшафтный дизайн.